В спорткомплексе Грамотеяна состоялась традиционная пятая спартакиада средств массовой информации. Кузбасские журналисты соревновались в шести дисциплинах. Плавание, настольном теннисе, дартсе, гиревом спорте, шортреке и перетягивании каната. За призы поборолся и коллектив телекомпании «Июнь». Подробности в сюжете. И в огонь, и в воду корреспондент не боится никаких испытаний. На его пути нет преград. Это доказали журналисты телеканала «Июнь» на спартакиаде работников средств массовой информации Кузбасса. В этом году она юбилейная. Пять лет подряд журналисты региона показывают себя в спорте. Спорт совместим со всем. И журналисты, как никто, как те акулы и пера, должны именно своим почерком показывать здоровый образ жизни и пропаганду этого. Советский Союз закончился, и спартакиады наши умерли. А теперь просто на уровне Кузбасса возродилось. Но у нас много гостеприимных городов и районов спортивных. Мы надеемся нам долгие годы жить. Творческие люди к любому делу подходят по-особенному. Каждая команда хотела отличиться. В «Яблочко» состязались и в меткости. В этот день даже операторы по другую сторону объектива. Готовились к состязаниям серьезно. Честь города на первом месте. Поэтому неудачи огорчали до слез. Я тренировалась и попадала очень хорошо. А сегодня я просто переволновалась. И, в общем, я расстроилась. Бояться было чего. Сергей Антонов, чемпион мира по гиревому спорту, перед испытанием задал планку. С легкостью выжил вес 192 раза. Мужчины не растерялись и показали свои мускулы. Александр Тырышкин принес команде телеканала «Июнь» пятое место. В следующем испытании решили взять не силой. В дело пошло обаяние. «Лебединое озеро» – так назвал ведущий эту картину. Образ дополнили хоккейными шлемами. Нужно показать скорость на льду. Хотя некоторые надели коньки впервые. У журналистов график достаточно плотный. И мы работаем с утра до вечера. Времени, чтобы потренироваться, у нас практически нет. Ну, буквально вечером за 12 часов мы вышли на лед. Кто-то впервые за 20 лет покататься покатались и потеряли, к сожалению, одного члена команды. Он сломал руку. Но, тем не менее, мы приехали и выступили. Работникам телевидения необходимо быть спортивными. Не каждый способен поднять на плечо такой аппарат. Камеры, вспышки фотокамер и микрофоны повсюду. Работу никто не отменял. Всего на Спартакеаде 11 команд. Абсолютными чемпионами стали наши соседи. Так и называлась их команда. Журналисты работают на одном из каналов Новокузнецка. Телеканал «Июнь» в десятке сильнейших. Доказал. Мы команда. Вера Фефилова, Игорь Ковалев. Новости+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова